Программа «Открытая студия». Продолжаем нашу непростую беседу сегодня. Пишут нам о разных, кстати, нюансах этой проблемы. Вот просят не игнорировать. Не игнорируют. Извращенцы подобного рода у нас выискиваются исключительно только среди мужчин, совершенно забывая о существовании такого же не менее страшного извращения со стороны женщин. В советское время и по сей день женская педофилия является каким-то табу для общества. Не является табу. Мы её тоже имеем в виду. Говорю вам откровенно. Пожалуйста. Закон не разделяет. Вот, смотрите, мы, кстати, не закончили эту историю с работой в детских учреждениях. Существует ли в России база общая данных, куда заносятся товарищи? Там дополнительное заказание запрет на занятие определённой деятельностью. В отношении преступлений, совершённых по согласию, он совершенно обоснованно до порядка 20 лет сейчас. Но, смотрите, история, когда человек уехал из одного региона в другой, прекрасно устроился снова работать в детский сад или школу. Слушайте, у нас, впрочем, сплошь и рядом. По поводу учителей, которые устраиваются на работу. Вот не так давно был случай, проходило уголовное дело, когда учитель совершил правонарушение в отношении своих учеников. И через некоторое время его вновь берут на работу в ту же школу, только потому что некому больше работать. В ту же школу? Ну, нет, учителя. Да. Ну, мы опять же, если возвращаться к болезни, есть же какие-то диагностические критерии для этого заболевания. Это поведенческая активность в течение длительного времени, это сны, это фантазии, содержанием которой им являются именно действия с детьми. А есть люди, которые, ну, я не знаю, по пьяни, захотелось, подвернулась возможность. Да, а попробовать такого я все уже попробую. То есть, смотрите, вот... Я вас умоляю, давайте перестанем смаковать. Я вот дико просто нашу дискуссию сейчас остановлюсь. Ну, никто не смакует, вы не правы, мы просто должны разобраться и говорить о разных нюансах. Я просто много таких случаев видел, и это, знаете, это клубничка, которая заканчивается там удушением детей, значит, когда им там вскрывают брюшную полость эти маньяки, убивают. Я таких случаев сколько угодно видел.